Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире и представляя нашего гостя, а это Владимир Николаевич Решетник, заместитель начальника управления доходов и сборов с физических лиц. Главное управление государственной фискальной службы в Одесской области. В вашем лице, Владимир Николаевич, я хочу поблагодарить вашу всю службу, что вы, во-первых, всегда открыты средством массовой информации, а во-вторых, не без гордости скажу, что это эксклюзив в новом году. Первая телекомпания, в гости которой пришли вы, это была наша. Но это, конечно же, не последнее. Это, понятное дело, что вы очень доступны и информацию самую свежую распространять стараетесь доводить до наших граждан оперативно и вовремя. Наблюдают многие наши предприниматели с волнением, некоторые с ожиданием какого-то облегчения, что совершенствуется наша система налогообложения. И, в принципе, сейчас многие говорят о том, что нам нужно, уже приближаясь к Европе, каким-то образом структурировать эти все налоги, может быть, уменьшать их количество и так далее. То есть об этом сказано очень много, поломано очень много копий. Итак, начнем, наверное, с первого вопроса. Какие изменения прошли в упрощенной системе налогообложения и едином налоге? Наверное, начнем с этого. Ну, действительно, с 1 января у нас такие кардинальные изменения произошли в едином налоге. Если у нас было 6 групп, 4 для физических лиц, 2 группы для юридических лиц, то сегодня у нас 4 группы, из которых первая, вторая у нас как бы практически так и остаются. Там немножко меняется доходная часть по ставкам и по системе они остаются. Третья у нас объединяются юридические и физические лица. А там объемы доходов, да, от этого тоже зависит, да? Да, у нас первая группа, объем доходов было 150 тысяч с 1 января, то есть уже в 2015 году объем доходов по первой группе 300 тысяч. По второй объем доходов у нас был до миллиона, а в 2015 году вторая группа до полутора миллиона. И третья группа, которой объединены у нас юридические и физические лица с третьей, четвертой, пятой и шестой групп, объединяет, еще раз подчеркиваю, юридических и физических лиц субъектов предпринимательской деятельности. Теперь у нас нету до 3 миллионов, там до 5 миллионов юридических лиц были под группом. Сейчас это 20 миллионов, неограниченное количество наемных работников и ставка уменьшена. С 3, 5, 5, 7 процентов, теперь только одна ставка, 2, 4 процента в зависимости плательщика НДС или не плательщика. Ну, большинство плательщиков у нас были не плательщиками НДС, поэтому, как бы, ну, можно сказать, основная ставка 4 процента. Она уменьшена в зависимости на 1, 2, 3 процента. Ну, и у нас еще осталась четвертая группа, но давайте мы ее пока отложим в сторонку, есть звонок уже сразу же, давайте послушаем телезрителя, чтобы он долго не ждал. Пожалуйста, мы слушаем, говорите. Добрый вечер. Ну, я вот так скажу, у меня даже несколько вопрос к вашему гостю, потому что, ну, не знаю, он, в общем-то, исполнитель от него, извините, но, я понимаю, реально мало что зависит, человек выполняет то, что перед ним ставит законодатель, а система нашего нового отложения, ну, она построена специально для того, чтобы просто закоррубировать, запутать ситуацию, то есть она бестолковая, усложненная, ничего, к сожалению, пока что на сегодняшний день не поменялось, да. Вот, я знаю, налоговая инспекция Голландии, по-моему, три-то человек составляет, ну, как бы вот эта вот дивизия, которую можно смело собирать, вот тот, правда, да, который у нас сидит, непонятно, для чего не сидят. О чем еще хотел сказать, по поводу пенсионного фонда и налогового, когда, напомните, был патент, так называемый единый налог, да, когда люди просто запутил деньги, а государство само себе там на родине было разбирать, когда, например, куда пенсионный, куда налогового ставить, сегодня создали опять вот такой вот, извините, дурок, отстой в налоговой инспекции, потом постой в пенсионном фонде, там страшном, это просто кинок в болото, вот, то есть, хочу сказать так, вот эту систему реформировать нельзя, ее надо просто закрыть в один день, изничтожить, просто, извините, нечеловечного, налоговиков максимально сократить все, как лютеризировать, небольшой налог, но должны быть все, очень все просто должно быть, все объяснено, все понятно, как это в нормальных, развитых странах, потому что, ну, видите, все эти ребята, это являются просто метастазами, рак и опухоли, которые убивают, на корню всю инициативу не будет развиваться малому, среднему бизнесу, еще раз, ничего личного вопроса, констатация факта. Спасибо огромное, вот, решил не перебивать вас, дать вам, так сказать, высказаться, выложить весь тот накопленный эмоциональный негатив, но, вот, меня очень, так сказать, клянуло в начале вашей реплики слова по поводу, мы начали с того, что с 1 января вступили, вступила новые, новые ставки налогов, вступила новая система и так далее, и уже начали об этом рассказывать, и тут же звоните, вы говорите, нет, у нас ничего не поменялось, ну, извините, внимательно, наверное, тогда слушайте то, о чем мы говорим, я понимаю, что, так сказать, вы увидели, как бы, красную тряпку, представители налоговой службы решили, так сказать, вылететь, так сказать, свой негатив на него. Ну, я могу ответить таким образом, во-первых, у нас система упрощенная действует уже с 98-го года в виде фиксированного налога, в виде единого, она преобразовывается, и уже с 1 января мы увидели, что ставки по единому налогу уменьшились. Что касается пенсионного фонда, то, ну, я хочу обратить внимание, нигде, ни в каких очередях стоять не надо. Сегодня единый социальный взнос администрирует та же налоговая служба. И по поводу очередей, ну, у нас есть три формы сдачи отчета. Это почта за 10 дней до окончания срока, это нарочная, ну, кто хочет пообщаться, и это электронный вид почты, то есть можно получить сертифицированные ключи и сдавать дома, сидя на компьютере, в любое время суток. И электронными ключами сейчас огромное количество людей пользуются, с огромным удовольствием. Да, поэтому, может быть, не так быстро, как хотелось бы нашим гражданам, идут то упрощение, о котором только что говорил наш слушатель, телезритель. Но, тем не менее, мы к этому стремимся. По поводу компьютеризации, электронных видов отчетности, это у нас все, уже услуги такие есть. И что касается нашей армии, ну, она тоже как-то структуризируется, и со временем наверняка так и будет, как и в других зарубежных государствах. Вот, но полностью упразднять эту службу, наверное, смысла нет, потому что тогда государство превратится из государства в какое-то дикое племя, я так понимаю, скорее всего. Итак, подходим к четвертой группе, да, вот мы пока на первом вопросе немножко застряли. И кто относится к четвертой группе? Четвертая группа, это у нас туда отнесены плательщики, производители сельхозпродукции. То есть, это тот фиксированный сельхозналог, который был когда-то в отдельную структуру, выделен в отдельную раздел, в отдельную главу. Сегодня он отнесен к упрощенной системе налогоблажения. Опять же, для того, чтобы упростить отчетность, упростить, ну, другие моменты, связанные с платежами и так далее, вот, ее систематизировали в четвертую группу единого налога. Ну, у нас еще один звонок. Ну, давайте мы этот звонок примем, потом немножко так, вот так сказать, упорядочим нашу работу в эфире. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, простите, увидите и услышите, оказайте, для начала. Второе, смотрите, вот на сегодняшнем законодательстве существует именно наложенный, такой вот проблемный, полупроблемный вопрос независимых профессий. Вроде бы, как бы, все физические лица, как физические лица, а вот, должники, врачи, там, некоторые, на нотариус, еще кто-нибудь, они не имеют права на единый налог. А вот, я бы хотел, ваше мнение, насколько я рационально, именно у председателя, и ко мне. Спасибо. Значит, не имеют права на упрощенное системное обложение только нотариусы и адвокаты. Все остальные художники, врачи, архитекторы и так далее, они имеют право на эту систему налогобложения. Что же касается отношения нотариусов и адвокатов, ну, там немножко другая, у них еще связан, налоговый кодекс завязан с их законодательством. И запрет больше не в налоговом кодексе, а законодательство, которое регламентирует нотариальную или адвокатскую деятельность. Все остальные, еще раз подчеркиваю, имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, либо самостоятельной деятельностью и быть плательщиками неналога при регистрации как субъект пульманской деятельности. Спасибо. Уважаемые телезрители, я вас очень попрошу, давайте мы отложим звоночки, потерпите, ну, хотя бы минут 10-15, чтобы мы прошлись вот по тому кругу вопросов, которые мы определили, потому что вот то, с чего Владимир Николаевич начинал сегодняшний эфир, да, с 1 января, кое-что с середины года вступает в силу новое законодательство, чтобы мы все-таки познакомились вас чуть-чуть подробнее вот с этими изменениями. Вот, а потом последний просто, так сказать, отрезок времени нашего эфира будем принимать звонки, да, чтобы мы не отвлекались, так сказать, не уходили в сторонку. Итак, с 1 января продолжаем уплачивать военный сбор, да, продолжаем оплачивать. Вот, были инициативы законодательные, предлагалось увеличивать эту ставку и так далее. Какое решение принято, и вот что связано с военным сбором, какие новости? Да, первоначально, когда вводился данный вид сбора, он предполагался до 31 декабря 2014 года. Законодатель у нас продлил время продления до момента реорганизации наших вооруженных сил. То есть, как бы, окончательно время не оговорено, когда мы прекратим платить этот сбор или как-то он видоизмениться. Что касаемо ставок, да, действительно, в проектах была предусмотрена ставка 2%, но ее оставили, подчеркиваю, ее оставили в том же прежнем размере 1,5%. С 1 января единственное, что расширили саму базу налогообложения. Если у нас в прошлом году облагались этим видом сбора только заработной, в основном только заработной платы, то сегодня, с 1 января будут облагаться те виды доходов, которые облагаются по доходным налогам. В соответствии с тем разделом, там, ну, это многие другие виды дохода, это и предпринимательская деятельность на обычной системе, и другие доходы, которые уже с 1 января будут облагаться таким видом. То есть, сама ставка не увеличена, но увеличилась база налогообложения. Следующий вопрос, который достаточно активно муссировался в обществе по поводу налогообложения недвижимости. Многие владельцы недвижимости перед принятием такого решения достаточно так напряглись, и ожидали, что, в общем-то, теперь придется платить еще один налог за недвижимость. Вот, изменились ли какие-то подходы к налогообложению недвижимое имущество, и на какой стадии сейчас решается вопрос? Да, опять же, хочу отметить, что законодатель внес изменения в данную статью налогового кодекса и, во-первых, увеличил объекты, которые у нас облагаются в 2015 году. Во-вторых, он изменил размеры льготных площадей, которые не облагались у нас. И при этом он установил ставки немножечко другие. Если у нас там были разные ставки, то теперь фиксированная ставка установлена. Но о ставках мы поговорим уже после того, когда органы местного управления, если в Одессе брать, то это Одесский горсовет, примет такое решение. Единственное, я хочу... То есть каждый регион будет ставки свои установить? Каждый сельский совет, каждый город в Одесской области и в Украине будет принимать свои ставки. Это отдано на решение органов местного самоправления. Единственное, что хочу уже как бы проанонсировать, Одесский горсовет у нас подготовил проект решения, в котором льготы остаются прежние. То есть 120 квадратных метров квартиры и 250 квартира-дом. И ставки также определил так, как у нас были в 2014 году. Так что Одесситам беспокоиться будет нет. Данное решение вынесли... Но я слышал, что вроде бы квартиры должны были опускаться до 60 квадратных метров. Это установлено минимальный размер такой льготы. То есть меньше 60 квадратных метров нельзя было опускать законодательно. Больше можно. В проекте, который, я же говорю, еще раз подчеркиваю, подготовил Одесский, и вынесено на сессию 21 числа на сессию горсовета, осталось так, как было в прошлом году. Горсовет имеет на это право. И я думаю, что наверняка 21-го будет принято это решение. Так что... Но это мы говорили о жилой недвижимости. А есть еще не жилая недвижимость, да, и коммерческая? Да. С этого года введено объект налогоблажения не жилой и коммерческой недвижимости. Больше это коснется, конечно же, юридических лиц. Хочу обратить внимание, что до 20 февраля юридическим лицам необходимо определить, какие у них есть такие объекты, включить их в расчет и, естественно, уже уплачивать налог за такие объекты. Это действительно, вот этим и говорится, ну, предусмотрено расширение базы налогоблажения. И юридическим лицам необходимо на это обратить внимание. Значит, до 20 февраля у них есть... До 20 февраля у них есть... То есть 21 января, по всей вероятности, Горсовет примет это решение. Там будет обусловлена ставка для... Какая ставка там будет определена для таких видов объектов. И в соответствии с этим решением до 20 февраля необходимо будет подать данный отчет в налоговую инспекцию по месту регистрации. Там есть какие-то определенные формы, да, подачи вот этих отчетов? А форма, она как бы, как и в прошлом году. То есть это они в инспекциях уточнят, кому... То есть надо дождаться 21 числа, внимательно послушать, так сказать, почитать решение Горсовета. Если оно будет принято, тогда вот уважаемые господа юридические лица, господа предприниматели, в общем-то, подсуетитесь, что называется, не забудьте, не пропустите это. Транспортный налог. Тоже, в общем-то, много о нем говорено. Что это за налог, кто будет его оплачивать? Ну, если многие граждане помнят, у нас когда-то был налог владельца транспортных средств, платили его тогда все граждане, в зависимости от объема двигателя и так далее и тому подобного. Его затем отменили, и законодатель принял решение, когда-то у нас муссировался вопрос о налоге на богатых. Вот как бы и в такой интерпретации законодатель решил обложить автомобили объемом двигателя более 3 и более кубических сантиметров, которые не старше 5 лет. Ну, можно сказать, что новые автомобили. Размер налога в год будет составлять 25 тысяч гривен. Ну, как бы это определено законом. Платежи у нас будут вручаться налоговые уведомления до 1 июля, и в течение 60 дней после получения налогового уведомления гражданин и юридическое лицо, которое имеет такой автомобиль, должны будут оплатить в бюджет эти средства. Но он сразу аккордом платит или может пролонгировать плату? В течение 60 дней он может... Ну, 60 дней ему дано, как он будет платить. Это самое главное не позже, чем 60 дней после вручения такого налогового уведомления. Последняя сумма. А как он будет платить, он может начать, в принципе, платить и сегодня. Ну, вообще поговорить, так сказать, о подоплеке увеличения налогов на богатых можно было бы вообще отдельно, наверное, да, передачу посвятить? Вспомнить пример Франции, когда они, в общем-то, ввели это достаточно жестко, и чего они добились. Депардье теперь в России, там многие в Бельгию, так сказать, предприниматели убежали. Вы понимаете... Я с вами согласен, но там увеличили налог на доходы. Это немножко другие вещи. Здесь я имею такой автомобиль, я плачу этот налог. Я не имею, я не плачу. Вот мы уже как бы дали запрос в органы регистрации автотранспортных средств, то есть чтобы узнать, сколько у нас таких граждан. Пока как бы такой точной цифры мы не обладаем. Ну, по разным цифрам, это где-то от полутора до трех тысяч таких граждан по Одесской области. Ну, не граждан, я прошу прощения, таких автомобилей у физических лиц и у юридических лиц. Как мы получим сведения? Естественно, мы оповестим всех тех, кто имеет такие автомобили, и обязательно расскажем, куда, как, зачем, для чего. То есть все расскажем, все покажем. Мы еще будем на эту тему достаточно много разговаривать. И наши народные избранники, которые ездят на очень дорогих автомобилях, еще подумают, регистрировать ли на тещу этот автомобиль, чтобы потом от нее не услышать, когда она получит такое приглашение оплатить налог. Ну, также очень много говорено, в конце прошлого года очень много говорилось о том, что нужно выводить зарплаты из тени, нужно сокращать ставки единого социального взноса, то есть легализовать заработные платы, и чтобы действительно этот поток все-таки пошел налогов в бюджет. Как наши депутаты поддержали ли эти инициативы? Вообще, как вы видите перспективу развития социальной направленности? Часть этих инициатив действительно была поддержана и предложено поэтапное снижение данного сбора, единый социальный взнос. Но единственное, что для того, чтобы уплачивать меньшую ставку социального взноса, необходимо соблюсти несколько условий. Ну, одно из условий — это увеличение заработных плат своим работникам по сравнению со средней заработной платой 2014 года на 30%. Средняя заработная плата по предприятию не должна быть ниже 3654 гривны, и этот платеж должен составлять на одного застрахованного лица не менее 700 гривен. При соблюдении этих условий у нас будет предусмотрена ставка в районе 16%. То есть, как бы, мы снижаем, у нас ставки разные есть, мы снижаем в 2,5-3 раза, снижены, как бы, будут снижаться такие ставки, но при наличии выполнения этих условий. Как будут действовать работодатели, это мы уже, конечно, посмотрим. Тут очень такой достаточно щекотливый вопрос, потому что есть работники, которые не хотят работать и получать в конверте зарплату, они хотят, ну, чтобы в конце концов ждет впереди пенсии, нужно, чтобы начисления проходили официально, да, какие-то пенсионные начисления и так далее. Наверняка в работники обращались, есть такие обращения граждан в налоговые наши службы, чтобы помогли каким-то образом легализовать, защитить их права в конце концов. Вы знаете, я уже готов так озвучить такую предварительную статистику таких обращений. Если в 2013 году только в областной аппарат таких заявлений было 179, то в 2014-м 230, то есть как бы мы видим, что, но это только в областной аппарат. Если же говорить об области в целом, то таких заявлений у нас увеличилось практически в два раза. То есть мы видим, что этот ком, так сказать, таких заявлений, он с каждым годом растет и наверняка будет расти. Как бы поэтому у нас, вот, может быть, законодатель в связи с этим и вводит какие-то моменты, чтобы либо каким-то образом уйти от зарплаты, которая выплачивается в конвертах, ну и плюс это еще делается упор на все-таки защиту прав работников. Потому что... То есть тут самое главное, подоплека, не поймать того нерадивого предпринимателя, который скрывает своих работников, не регистрирует и так далее, и наказать его, и на этом успокоиться. А на самом деле помочь этим работникам, чтобы они получали вот эту социальную защиту. И вы знаете, у нас обращений таких в основном больше всего от двух категорий. Это предпенсионные пенсионы для того, чтобы как бы пенсии. И это молодежь, которая устраивается на работу, работает месяц-полтора, потом говорят, вы нас не устраиваете, до свидания. Где зарплата? Нет зарплаты, вы официально не трудостроены. То есть это делается действительно для того, чтобы защитить работника в данной ситуации в отношениях с работодателем. И хотелось бы обратить внимание, что очень много и очень долго говорилось об ответственности в данной ситуации. Так вот, с 1 января 2015 года данная ответственность уже введена и предусмотрена. И если на предприятии или у предпринимателя будут незарегистрированы работники, то там уже предусмотрено несколько видов штрафных санкций. И они как бы достаточно ощутимы. Поэтому работодателя, ну обращаю внимание работодателя, что за каждого не оформлен работника, как бы первый раз это у нас предусмотрены штрафные санкции 8500 до 17000, а второй раз уже в два раза выше. То есть как бы хотелось бы обратить внимание, чтобы работодатель правильно подошел к вопросу оформления своих работников, ввел более как бы четкий учет именно оформлении и отношении со своими работниками. Тоже один из важных вопросов, налог на доходы физических лиц изменился ли? Каков он будет? Ну если говорить о принципе налогообложения, то в принципе сам принцип не изменился, но некоторые изменения как бы произошли. Если у нас были ставки 15 и 17%, то с 1 января 2015 года у нас ставки 15 и 20%. 20% будет применяться к заработным платам в этом году 12 180 гривен. То есть то, что все, что свыше, именно разница свыше 12 180 будет облагаться по ставке 20%. То есть это коснется тех работников, которые получают большие заработные платы. Основной массы населения эти 20% не коснется. Потому что в принципе средняя заработная плата у нас там 3 100, 3 200. Как бы мы видим, что основная масса населения попадает под ставку 15%, как это было и в прошлом году. А я вот слышал такой термин пассивный доход. Что это такое пассивный доход? Он тоже, наверное, каким-то образом облагается? Ну да, у нас с 1 января 2014 года начались облагаться некоторые виды пассивных доходов, которые не облагались ранее. Это проценты по вкладам, дивиденды у нас облагались. Значит, вот проценты по вкладам, как облагались, так и будут облагаться. И многие другие пассивные дивиденды, получение доходов от акций и так далее и тому подобное. Так вот, по пассивным доходам ставка увеличилась до 20%. Не во всех случаях, но как бы в некоторых случаях она увеличилась. Ну, кстати, очень модно такая еще одна из, один из приработок у тех людей, которые хорошо разбираются в спорте, вот играть в букмекерских конторах, там делать какие-то ставки и так далее. Да, это у нас облагалось и будет облагаться, там будет особая ставка 30% и налоговым агентом будет та же букмекерская контора. У нас катастрофически улетает время и боюсь, что мы даже до экватора, как-то той информации, которую собирались сегодня изложить, не дошли, но все-таки налогообложение пенсии, вот в двух словах, тоже по этому поводу определенные суждения, различные кривотолки, нервная система, что называется, у наших пенсионеров. Действительно, у нас впервые в прошлом году начались облагаться пенсии, которые превышали 10 тысяч гривен, значит, облагались по ставке 15%. Теперь этот порог опущен до 3 654 гривен. Все, что свыше 3 654 гривен, будет облагаться по ставке 15%. Только разница, только все, что свыше. Те пенсионеры, которые получают пенсию, я могу так привести пример, если пенсия составляет 5 тысяч, то 3 654 не облагается, а от 1346 будет облагаться по ставке 15%. Удерживать будут те, кто начисляет, то есть пенсионный фонд, и перечислять его в бюджет. Тоже очень важный вопрос, но вот поскольку 3 минуты до окончания эфира, тоже постарайтесь коротко. Важный очень вопрос, интересует очень многих по поводу проверок. Вот вступили в силу какие-то ограничения в плане, так сказать, того, можно проверять, можно не проверять, не нужно проверять, нельзя проверить? Вы знаете, у нас уже на протяжении 2-3 лет объявлен мораторий на проведение проверки. В принципе, у нас каждый год практически в 2 раза уменьшаются проверки, как юридических, так и физических лиц. Практически исключились фактические проверки, то только по заявлениям или по каким-то данным некоторых органов. На сегодняшний день этот мораторий продлен. Более того, хочу сказать, что проверки, на многие проверки нужно будет разрешение Министерства финансов, но это касается практически всех проверок, кроме проверок тех, кто торгует под акцизным товаром, кроме проверок, что касается трудовых отношений, то есть эти проверки останутся. И это с 1 января, как бы с сегодняшнего дня. И с 1 июля разрешены будут проверки предпринимателей, ну те, кто торгует под акцизным товаром, и в будущем будут попадать под действие закона о касах оправданных. И последний вопрос, буквально полминуточки. Декларирование, обычно стартует кампания декларирования доходов гражданам, каким образом будет проходить в этот раз, или все так же, как было в прошлый год? В принципе, очень много вопросов было, будет ли всеобщее декларирование, будет меняться принцип декларирования. В 2015 году ни принцип не меняется, все остается по-прежнему. То есть те, кто должны будут декларировать свои доходы, должны будут до 1 мая прийти в налоговую службу, предоставить декларацию, и в случае тех, в которых предусмотрено, уплатить налог, либо воспользоваться налоговой скидкой, ну это учеба, это ипотечные кредитования и так далее и тому подобное. То есть как бы система в 2015 пока остается, но хотя в марте и в апреле законодатель опять возвращается к теме всеобщего декларирования и изменений системы декларирования доходов граждан. — Ну что ж, наше время, к сожалению, так быстро подошло к концу. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию. Я приношу извинения перед нашими телезрителями, что, может быть, не все телефонные звонки успели мы принять. Но давайте мы договоримся так. Мы, наверное, раз где-то в две недели будем с вами регулярно встречаться, и определенную просто, наверное, большую часть передачи будем уделять просто звонкам наших телезрителей. Потому что сегодня действительно вы подготовили объемный достаточно массив информации, которую все-таки надо было с ним познакомить наших телезрителей. Напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Николаевич Решетник, заместитель начальника управления доходов и сборов физических лиц, главного управления государственной фискальной службой в Одесской области. Спасибо вам. Ну и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»